добрый вечер этот пост на самом деле который я хочу сейчас урок который хочу сейчас сказать как бы в какой-то степени такой выстраданный что я имею ввиду ну во первых хотел бы посвятить его памяти своего друга саши гурвица шуры как мы все называли и вот он к сожалению ушел от нас в таком молодом возрасте последнее время не так много с ним общался как раньше но для меня всегда вот как основным его качеством это было он был медагдык беолоха сейчас поясню что это имеется виду то есть он всегда очень точно относился ко всем требованиям закона то есть все что нужно было сделать всегда он старался выполнить на сто процентов то есть у него не было какие-то компромиссы с законом давай это сказать об там облегчающее мнение все что он считал нужным делать он стал делать это по максимум даже сложных ситуациях на помощь где-то на прогулку на на прогулке где-то мы были в лесу себе там делали какие-то шашлыки как он себя вел всегда если нужно сделать омовение рук по всем законам сделать вот прочитать на заслание после еды по всем законам всегда вот это вот требование закона но у него было как бы основным приоритетом это качество на самом деле я считаю но основное у человека который хочет выполнить волю творца потому что воля всевышнего это не какие-то там заявление громкие фразы там это вот желание выполнить каждый конкретный момент то что закон требует что аллаха то что написано в в книгах по конкретному закону это и есть основной момент человеку важна воля всевышнего в каждый момент времени что это основное качество и не только я хазуниш в своей книге кстати у хазуниш на это неделе тоже был йорцет годовщины смерти поэтому как-то это все вместе так попадает так вот хазуниш говорил что аллаха закон это и есть основной двигатель нашей жизни основной критерий который определяет как нам себя вести хазуниш приводил в своей книге ему на битахон веру и упование приводил такой пример он говорил так можно ли открыть второй хейдер вторую школу для детей на одной и той же улице какой критерий в принципе нельзя потому что если открывается второй хейдер вторая школа для изучения тора для детей то это соответственно автоматически является причиной того что первая школа начинает терять начинает часть учеников переходят как правило всегда есть недовольные старой школе это сказать открыли новую школу и они начинают дети переходить родители начинают переводить вроде бы те теряют свой заработок по идее логично сказать зачем так сказать создавать конкуренцию вот так хазуниш говорит но в талмуде написано вот этот вот вот эта конкуренция она увеличивает качество учебы среди детей то есть поскольку есть здоровая конкуренция она начинает толкать является двигателем прогресса по отношению к ко всем участвующим в процедуре и в процессе изучения преподавателям организаторы и так далее и тому подобное то есть на самом деле в конце концов дети знают лучше то есть что мы видим что какая-то вот одна мысль одна какая-то один какой-то аргумент он перевешивает остальные аргументы то есть когда идет момент взвесить как себя морально вести правильно это или неправильно есть закон если закон торы гласит что это можно то вот это вот а не очень красиво по отношению к тем что им будет сложные сложный период когда они будут справляться с конкуренцией когда они будут вкладывать какие-то ресурсы в создать для того чтобы быть конкурентоспособными с новыми с новой школы вроде бы это так как бы некрасиво составляет их больше работать нет если есть какая-то цель цель то тогда это считается можно вот например вокруг нас мы сейчас проходим сложный период но есть люди многие которые обсуждают можно заходить на храмовую гору нельзя заходить на храмовую гору поэтому поводу есть высказывание одного раввина из другие раввины которые говорят что вот у нас есть там те которые разрешают а все думал как вот как на это смотреть нам не хватает больше всего санедрина нам не хватает вот это вот того чтобы пришел какой-то орган и который бы все стороны взвесил и принял бы единое решение мы перестали быть вот в гиморре сайте написано что в конце дней истина будет стадами те кто считают так считают так а общей истины не будет и написано вот есть одна из одно из благословлений которые мы просим во всевышнего это верни нам судей как у нас было раньше и советников как у нас было в начале и что следующее написано и убери от нас грусть и страдания грусть и переживания почему потому что вот к чему приводит когда у нас есть одни в одну сторону другие в другую сторону это приводит к тому что в конце концов мы не вместе это приводит к нас к грусти к страданиям и к тому что мы к той ситуации когда мы не знаем как правильно себя вести почему потому что у нас нету нет у нас вот этого вот одного аргумента который перевешивает и говорит нам как правильно а если бы у нас был санедрин если бы у нас было решение которое могло бы быть принято, и все бы ему подчинились, потому что это был бы Верховный суд, который бы действительно действовал по Торе без каких-то политических, конфессиональных, каких-то узких секторальных интересов. А только Тора, вот только Тора была бы у него на алмазных весах, тогда бы решение было тоже Альпитура, тогда бы это точно было решение на уровне воли Творца, и тогда бы все последствия, которые выходят из этого, они были бы однозначно правильными. То есть, мы должны были бы их принимать и понимать, и не было бы возмущений, возражений и так далее и тому подобное. И поэтому я считаю, что это основное качество на личном плане. Поскольку у нас сейчас Санедрина нет, то на личном плане это основное качество, оно остается. Человек, для которого это самый главный момент, он действительно может приблизить вот этот момент, когда это будет на общенародном плане, в общенародном аспекте, когда это станет в конце концов достоянием всего народа. И тогда мы будем знать, можно ли продавать сердце Исраэль, и нет шмиты, есть такие мнения. Или нельзя продавать и делать шмиту, как вот Хазуниш, опять же, считал, что должна быть шмита. Должна быть шмита, им нельзя продавать, и продажа земли, она формальность. А в чем разница продажа хамца, продажа квасного в Песах, это беседа, мы так себя ведем. А продажа земли Израиля – это формальность. Так вот Хазуниш показал, что он считал, что здесь это формальность, а здесь это реальность. Вот это вот взвесить все с точки зрения Торы и четко этому следовать – это то, что нам больше всего не хватает. Спасибо.